11.06 в Кирове начинается программа «Дневной разворот» в студии Николай Голиков и Светлана Занько. Всем добрый день. Мы сегодня работаем час с Колей, потому что второй час у нас идёт в записи. Мы его записывали, этот эфир, который пойдёт после 12 в субботу. И, тем не менее, и первый, и второй час у нас приурочены к одному событию. Это событие уже прошло в пятницу. И мы говорим о региональном семинаре Университета Комитета Гражданских Инициатив господина Кудрина в Кирове, который провёл совместно с Вятским государственным университетом большой семинар. Семинар назывался «Города России. Поиск прорывных идей». Этот семинар в пятницу целый день шёл. Там было несколько больших очень сессий. И четыре федеральных эксперта приезжали. Мы анонсировали этот семинар. Семинар был открыт. Можно было любому человеку на него зарегистрироваться и туда прийти. И кратко пройдёмся по темам этого семинара, собственно говоря, по блокам. Перед тобой тоже. Я была там, Коля, на этом семинаре. Практически на всех его сессиях, исключая одну, потому что в это время был союз нерушимый, прямой эфир. И я вот приходила в студию. А так вот на всех абсолютно была, кроме последней сессии. Я тоже её считаю сессией. Это была открытая лекция в политехническом. После пяти там был тоже полный зал, что не может не радовать. Значит, семинар, ещё раз повторяю, был поиск прорывных идей для городов России, так скажем. Хотя там были и сельские поселения в итоге тоже внутри этого семинара. И давай посмотрим, какие приезжали эксперты. Ну, я смотрю, приезжал Александр Сагамонов. Это имя очень известное. Научный куратор университета, как раз комитет гражданских инициатив. Мне кажется, это была центральная такая фигура, потому что все, кто шли на этот семинар, говорили с придыханием. Сам Сагамонов приехал. Ну, это культовая такая фигура. Да, фигура культовая довольно-таки. Вот у него была как раз вводная сессия «Мир и городов. Разнообразие сценариев». И он же, как я понял, читал открытую лекцию в политехническом. Потому что туда тоже очень много моих знакомых шли. Я, как и ты, утро прогулял на эфире, точнее. То есть не прогулял, а отработал на эфире. Вечером уже был немножко другим. К сожалению, не победил. Приезжал эксперт-союз архитекторов России по градостроительству Александр Антонов. То есть городское планирование развития в городах России, не вошедших в крупнейшие агломерации. То есть речь как раз шла о городах, условно говоря, уровня нашего города Кирова. И эта тема была очень актуальна, потому что городским планированием наши власти вот уже второй... Ну, вообще должны каждый год заниматься. Вообще должны были заниматься все время, пока они существуют. Но активно стали заниматься второй год. Надо напомнить, что у нас разрабатывается генплан. И он то разрабатывается, то и не разрабатывается. Светлана, генплан у города есть всегда. Генплан есть всегда. Новый, да. Разрабатывается новый. Хотя, по большому счету, еще не кончило действие прежнего. Он же в 2007 году был принят до 2020 года. И он действует как бы. Приезжал Александр Лукичев. Лукичев. Лукичев, да. Это первый заместитель директора государства ведения и местного самоуправления. То есть человек с опытом. Он бывший глава Вологодской городской думы и ведущий эксперт в области местного самоуправления. Вот он как раз говорил о современных подходах и менеджерских инструментах управления и развития локальных территорий. То есть это как раз, видимо, очень такая практическая часть была этого семинара. Ну и как ты уже говорила, сессия про сельские, где сельским районам взять деньги и новые рабочие места. Вопрос прекрасный. Если бы кто-то пришел, приехал и дал на него ответ, я думаю, мы бы просто все бы локтем перекрестились. Это был Глеб Тюрин, президент Фонда развития местных сообществ из Санкт-Петербурга, эксперт комиссии по муниципальной науки Государственной думы Российской Федерации. Локальная экономика. Мы по Глебу Тюрину делали эфир в четверг. Подробно очень рассказывали о том, с чем приезжает этот эксперт. И он провел в семинарах два дня в Кирове. Вот первый день был в пятницу в рамках этой большой сессии. А во второй день, в субботу, он проводил семинар в Доме дружбы народов для муниципальных служащих. У нас, кстати, и в пятницу тоже были представители муниципалитетов. Что мне понравилось, что люди сидели до конца. То есть на все сессии приходили. То есть не только на свои. Никак бывает. Придет какой-нибудь министр. Или, как помнишь, был круглый стол организованной Общественной палатой Российской Федерации. Так-то да. Или скажи, что не так. Как губернатор был там час, проработал час, не просидел, проработал час. Потом ему нужно было на мероприятие важно уйти. Он стал, ушел, и за ним послепались все остальные муниципалы. Здесь такого не было, слава богу. И я видела там представителей муниципалитетов, которые от и до. Вот практически, мало того, надо сказать, что это не были лекции. Это не были лекции. Это была работа интерактивная. Спикеры задавали вопросы. Они вынуждали зал работать и отвечать самим. Зал, ты задавал вопросы. И я вот тут, конечно, насчет того, насколько мы привыкли работать в таком формате, когда большая аудитория, не все люди тебе известны, а аудитория была разношерстная. Там были от министров до активистов. И бизнесмены, и эксперты различные, и специалисты, и прочее. Это, конечно, у нас трудно все вот это дело происходит. Потому что, когда мы собираемся покритиковать, это классно у нас у всех получается. А когда нужно ответить на вопросы и подумать, и предложить что-то, да, особенно что-то, направленное вот на будущее, со стартом от этой точки, где мы сейчас находимся, как, например, в первой сессии, где выступал Александр Антонов, и он говорил про городское планирование. И он полностью проработал весь материал по городу Кирову. Вот там не была какая-то отстраненная презентация, про, в общем, как-то так, вот про тренды. Вся презентация и вся работа была направлена на конкретный город, на наш город Киров. Мы даже свод-анализ провели совместный. Это надо было отметить сильные и слабые стороны, потенциал и прочее. И, конечно, сложно, сложно человеку осмелиться, стать, сказать что-то такое и мыслить. Мыслить вот так стратегически. Это была хорошая такая работа. На самом деле то же самое было и в локальной экономике с Глебом Тюрином. У Александра Лукичева была более специализированная такая сессия. Она была предназначена, мне кажется, больше все-таки вот как раз для депутатов, для чиновников. Ну, там даже по названию все-таки менеджерский инструмент. Это инструмент для тех, кто именно управляет. Совершенно верно. А эта аудитория у нас как раз не любит публично выступать, публично говорить. Что делать? Пока, по крайней мере, не любит. Как-то, да, ты знаешь, я плохо распознаю. Можно еще по фотографиям пройтись, потому что вот надо сразу нашим слушателям сказать, что на сайте ВИАТГУ выложены все видеозаписи этих сессий. Можно послушать, о чем говорили эксперты, самому себе задать вопрос, самому же ответить, сверить часы, что называется, на сайте ВИАТГУ. И мне, наверное, имеет смысл проанализировать, чтобы я вот не критиковала по своей привычке вечной, что мало пришло представителей власти, мало пришло представителей депутатского корпуса. Мне все время кажется, что мало. Они себя не обозначают там вот никак. А все-таки мы говорили о тех вопросах, которые касаются абсолютно всех жителей этого региона, этого города. И хотелось бы вот в совместном обсуждении каким-то выводом приходить. Потому что вот мы же не раз тут говорили в этой студии, что большая стратегия на весь регион разрабатывается социально-экономического развития. И у нас об этой стратегии здесь не раз говорил Александр Анатольевич Чурин. Вот она где-то разрабатывается, эта стратегия, а потом в апреле будет вынесена на обсуждение. И не очень понятно, в каком формате она будет обсуждаться. И не поздно ли уже ее будет обсуждать. Не знаю. Ну, как обычно, у нас на обсуждение не очень много времени выносится. Потому что я смотрю, сейчас же готовятся аналогичные стратегии по районам, по всем муниципальным. Там ее разрабатывают довольно долго, на обсуждение дают 10 дней. Поэтому я не уверен, что при таком формате обсуждения, какие-то даже здравые мысли, которые поступят, неизвестно, скажем так, от кого любой человек, по идее, может принять в этом участие, что они могут быть учтены, потому что времени очень мало. — Ну что, перейдем к нашим голосам. Сегодня у нас телефонная связь в основном. — Попросили выйти с нами на связь участников семинара. Это разные абсолютно люди. Мы начнем с Толя Курбатова, координатора сообщества Красивый Киров. Он сейчас находится в Москве. Ну, вышла с нами на связь представитель активной общественности. Толя, добрый день. — Добрый день. — Добрый день, Толя. — Мы хорошо тебя очень слышим. Я так понимаю, что все-таки тематика, которая была представлена на семинаре для тебя, это не открытие какое-то. Ты этим занимаешься постоянно, каждый день практически. И с школой КГИ, тоже Комитета гражданских инициатив, ты знаком, не понаслышке. Это там был на большом зимнем семинаре. Скажи, пожалуйста, насколько полезным, на твой взгляд, оказалась вот эта сессия, которую провели в минувшую пятницу ВИАДГУ и КГИ? Ну да, основные спикеры были для меня не новость, но мне прямо привело большое восхищение Глеб Тюрин, который рассказывал о сельских территориях. Он рассказал о своем опыте, как в Архангельской области поднял несколько десятков сём, и что-то на самом деле очень недорого и очень эффективно. И, конечно, я немножко жалею, что на нашем семинаре отсутствовали главы районов. Из-за кого это и было, и сельских семинарий. Потому что на самом деле, по его опыту, больших средств, чтобы поднять тело, в том числе в Киевской области, не надо. Надо просто желание и грамотно-достановая работа, о которой он рассказывал. Кому еще? Ты был целый день на этом семинаре. Вот ты сейчас говорил как раз о сессии, где сельским районам взять деньги и новые рабочие места, о локальной экономике говорил. Мы еще об этом поговорим с Атом Харулиным. Он тоже будет с нами на связи. Это вообще его абсолютно тема. Кроме этого, там присутствовал, кроме Тюрина, присутствовал еще, наверное, Александр Антонов, который говорил конкретно о городе Кирове. Да, Александр Антонов и Сагмонов. Но я уже был на нескольких сессиях у них в других городах. У Антонова я вообще слышал и в Самаре, и в Питере, и в Москве. Соответственно, ничего нового для меня не сказали. Но, опять же, то, что они рассказывали в Кирове, это очень полезные вещи, которые нужно знать каждому. Они дают ясность в понимании, как надо действовать, чтобы стало жить лучше. Ну а что-то такое конкретное, вот именно то, что они говорят для Кирова, вот как ты думаешь, может быть, ну не знаю, реализовано, применимо? Или они просто приехали, сказали и разошлись? Ну, абсолютно все вещи, которые они рассказывали, они легко применены в Кирове, на самом деле, потому что кейсы, которые они рассматривали, они были взяты там не из Москвы, не из Казани, а именно из таких же регионов, как и у нас. То есть там Иркутская область, вот Антонов приводил в пример, Калининградская область, в принципе, тоже небогатые регионы, с отсутствием каких-то больших внешних денег, но они рассказывали, как они выходят из этого. А основное направление деятельности университета Комитета гражданских инициатив, это все-таки дискуссия и обсуждение, и здесь тоже вот на этом семинаре был сделан расчет на то, что люди вместе не просто послушают и что-то каждый для себя вынесет, но обсудят, и потом еще в кулуарах пообщаются, так завязываются связи, так как-то совместные проекты возникают. Было ли это общение, вот как ты его почувствовал ли на себе, было ли это общение там в кулуарах, на кофебрейках? Ну да, мы проводили вечером, примерно до час ночи все это обсуждать. То есть обсуждение ушло, да? С кеми, кто был на семинаре и с кеми, кто не все присутствует. Спасибо, Анатолий Курбатов, координатор сообщества Красивый Киров. Мы сейчас прервемся на полминуты и наберем Наталью Катаеву, президента фонда «Авиатская соборность», члено-общественной палаты Кировской области. Продолжаем разговор. Мы обсуждаем итоги большого семинара, который прошел в пятницу на базе инженериума. Совместно его организовали Вятский государственный университет и университет гражданских, комитет гражданских инициатив Кудрина «Города России. Поиск прорывных идей». Ну вот только что обсудили мы в перерыве с Колей, что Анатолий Курбатов, который был с нами на связи, он не в первый раз эту тему слышит. Не в первый раз слышит. Он даже, честно говоря, мы с ним виделись перед семинаром, он еще так сомневался, что я вроде слышал Сагамонова, слышал Антонова, что они нового скажут. Но мне кажется, мы немножко не уточнили у него, когда говорили о дискуссиях, чтобы он оценил именно не то, что проходило после, до часу ночи. Понятно, что это всегда после таких значимых событий бывает. А вот как удалось и аудитории, и спикерам организовать эту дискуссию в самом зале? То есть насколько она интересна была? То есть когда еще все это происходило в самом моменте? Вот это надо было, наверное, уточнить у Толи. Я хотела у тебя, Коль, спросить. Мы тоже на разные мероприятия с тобой уходим. Скажи, ты можешь привести примеры в последнее время каких-то таких больших дискуссий, когда собирается народ наш кировский, чему-то учится и дискутирует на эту тему, и каким-то решением там приходит совместный проект? Нет, ну, когда бывают большие дискуссии, такое у нас, к счастью, сейчас появляется периодически, хотя, может быть, и не так часто. Но вот насчет того, чтобы эти дискуссии заканчивались какими-то решениями, ну, хотя бы вариантами каких-то решений, да. К сожалению, этого пока мало. Вот я почему-то хотел спросить, как это было на этом мероприятии. А давай спросим у Натальи Катаевой. Президент фонда «Авятская соборность» и член общественной палаты Кировской области с нами на связи. Алло. Наталья. Алло, да, здравствуйте. Добрый день. Так, мы хорошо вас слышим, Наталья. Вы скажите, на каких сессиях вы в рамках этого семинара присутствовали? Ненавижу это слово «рамки». На каких сессиях и семинарах вы присутствовали? Ну, я не знаю, как назвать это сессию или не сессию. Могу сказать, что я была первая, наверное, две-вторых дня. И могу просто свое впечатление сказать. Первое, ну, сначала позитивы, да. Первое, мне понравилось то, что там были представители власти, научного сообщества, некоммерческого сектора. Хотелось бы, конечно, больше людей, которые принимают непосредственные решения, потому что тезисы, которые высказывал Александр... Сагамонов. Сагамонов. Ну, Сагамонов тоже можно его так зовут некоторые, да. Сагамонов. Да, понятно. Слушайте, замечательно. Я просто... Я выскочила с ним познакомиться. И мне понравились несколько тезисов, которые, я даже думаю, они должны быть основополагающими. Первое. Решая сегодняшние проблемы, мы не должны создавать риски по следующим поколениям. Вот это должна быть красная линия любого действия со стороны власти, общественников. Вот я сразу для себя это зафиксировала, потому что наш микрорайон-домостроитель, который не имеет ни генерального плана. Отрадно, что мы подходим к этому. И сейчас я знаю, что в администрации города разрабатывается генеральный план развития города, который будет предусматривать социальную инфраструктуру. Но представляете, когда сегодня застройщик радостно всем сообщает, что будет на ДСК 40 тысяч населения и никакой социальной инфраструктуры, так вот поколение, которое придет потом после нас, оно будет проклинать. А те скажут, а мы уже все построили, мы свою миссию выполнили. Поэтому вот этот тезис, мне кажется, он основополагающий, который должен, наверное, брать вооружение любой человек. Будь то чиновник, будь то представитель бизнеса, будь то общественник. Не навреди. И если ты что-то делаешь, то подумай, как это будет через несколько лет. Насколько это будет перспективно и насколько это будет нужно. Ну и второе, то, что, конечно, тезис такой, что иногда очень боятся разговаривать с общественниками, с представителями гражданского общества. Согласна, что не всегда представители гражданского общества бывают компетентные. Но, тем не менее, здравое зерно всегда есть в их ответах, вот в их высказываниях. И чем чаще, наверное, мы бы вот так вместе в рабочем порядке. Нельзя делать большие семинары. Кстати, вот акустика была очень неважна. Я почему ушла? Потому что вот отрывками что-то улавливал, записывал. Поэтому я думаю, что вот эти рабочие группы, может быть, мини-семинары, они иногда вот такие рабочие семинары. Я жду теперь, после условия этого семинара, я думаю, что, наверное, и в рамках администрации города, поскольку главный тезис заявлен развитие города нашего, я думаю, что будет создана рабочая группа, которая вот детально проработает те тезисы, которые были обозначены на этом семинаре. Потому что лишь бы поговорить, вот, это все хорошо, но должны быть определенные действия. Чтобы люди видели, что прошел такой семинар, и город действительно меняется, и в соответствии с какими-то решениями городской власти. Наталья Алексеевна, а вы видели там, там много было представителей городской власти и там депутатского корпуса? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Я видела наш градостроительный совет, вот, и вот я честно хочу сказать, что, ну вот я бы, если, например, была главой администрации, я бы, наверное, сама бы даже пришла и сказала, ребята, мне вот интересно знать, что вы тут собираетесь в мой город, как развиваете? А вот, что вы замыслили, какие у вас планы? Ну, может быть, предварительно была встреча с главой администрации, но хотелось бы, чтобы больше было людей, которые непосредственно принимают решения. Потому что, к сожалению, ни представители науки, ни представители общественности мы таких решений в развитии, в прорыве города мы не примем. Наталья, вот еще вопрос такой, когда начали говорить, сказали, что начну с позитива. Вот то, что вы сказали, то, что вынесли оттуда позитивно вот эти два тезиса. А что вам не понравилось? Ну, вот я уже сказала, во-первых, мне не понравилось то, что вот акустика такая была, да, и вот плохо было слышно и некомфортно было. То есть половину я, честно вам скажу, я думала, что я одна глуховата. Оказывается, очень многие даже не воспринимали доклады, хотя спикеры были очень такие содержательные. Вот, это позитив. И позитив, что собираются разные представители. И вот наука, мы не можем тоже и науку сегодня обходить стороной. Она была представлена таким солидным блоком. Экспертами московскими. Мне очень понравились московские эксперты. Вот, мне понравились. Были представители, я видела, правительство Кировской области, представители администрации. А вот, сектор по развитию ТОС. Но, мне кажется, что, может быть, последует вот это создание рабочих групп по выработке каких-то принципиальных решений. Потому что, вот смотрите, урбанистический форум прошел, он как-то был и был. Вот. А хотелось бы уже, наверное, каких-то действенных мер увидеть. Да, спасибо, Наталья. Ну, это отлично, на моем мнении. Спасибо, Наталья Алексеевна. Спасибо, Наталья Алексеевна. Наталья Катаева, президент ФОД «Авецкая соборность», была с нами на связи. Ну, что касается акустики и прав, да, этот большой зал в инженериуме, он такой, знаешь, объемный, дает звук и эх, когда говоришь микрофон, его там регулировали. И действительно, на задних рядах поначалу-то не было слышно, пока не отрегулировали. Но здесь опять другая история. Можно было сесть поближе. А у нас такое рассредоточение было по залу, когда, знаешь, вот сидишь на задней парте там, да? Так это у нас у всех со школы. Мы всегда садимся на заднюю парту. Да, тем не менее, мне... И что касается рабочей группы после этого, я, честно говоря, не уверена, что после этой сессии будет какая-то рабочая группа, потому что не было такого намерения, но то, что вот Наталья Алексеевна абсолютно точно заметила, что вот это было бы логическим продолжением совместной работы, как вот на урбанистическом форуме состоялось. И хорошо бы, чтобы вот эти задачи ставили не только сити-менеджеру. У нас вот что там с городом не случается, или кто не приезжает, все время говорят про сити-менеджера. А я все время говорю, у нас есть мэр еще города. У нас есть целый депутатский корпус, который тоже призван размышлять, принимать и как-то руководить. По сути, администрация должна исполнять, правильно, Коль, нет? Ну и администрация не ограничивается одним сити-менеджером, есть целое управление, департаменты, где работают именно специалисты по своим отраслям. И как раз и для них эта работа, они должны готовить какие-то вещи, которые сити-менеджер будут дальше обсуждать и делать. Ну, я действительно видела там представителей архитектуры нашей, да, департамент архитектуры. Вот я их видела, но у меня печалит, что было мало депутатов. Вот правда, с депутатами хотелось, чтобы они тоже начали вот мыслить как-то, да, вот в современных тенденциях. У нас на связи Олег Созинов, генеральный директор. Олег Созинов, гендиректор Киров Гипризем. Олег Геннадьевич, добрый день. Добрый. Здравствуйте, замечательное радио. Спасибо. Здравствуйте, замечательный генеральный директор. Олег Геннадьевич, вы практически на всей сессии, на всем семинаре присутствовали, на каждой сессии семинара присутствовали, очень внимательно слушали, задавали вопросы, обсуждали с коллегами. И скажите, вот ваше общее представление, для кого подобные семинары полезны? Ну, прежде всего, я хотел бы поблагодарить, конечно, Валентина Николаевича, ректора нашего упорного вуза. В последнее время на базе университета создается такая интегрированная площадка, диалога по всем направлениям социально-экономического развития региона. Это здорово. Вот. Это первое. Второе. Мы научились, наконец, слушать и слышать наших лидеров и общественного мнения, и профессионалов в той или иной сфере. Тоже замечательно. Но вот, мне кажется, к сожалению, мы так и не научились, и, наверное, прежде всего, это относится к органам управления, их активного участия в этих процессах. Они где-то формально присутствуют. А вот такой активной позиции, собственной точки зрения, формирование каких-то планов, которые проходят сейчас на уровне управления там субъекта, города, к сожалению, этого не слышно. И это, вот, мне кажется, самая такая основная проблема, печальная, потому что давно пора бы включаться в процессы достаточно активно, а не просто формально присутствовать и заявлять о том, что там правительство или администрация города принимает в этом активное участие. Из самих сессий и вот трех основных спикеров, потому что Сагамонов, он вводную давал и заключительную часть, там было три эксперта, которые каждый на свою тему давал тренинг практически настоящий. Что вам показалось для себя лично наиболее интересным, что вы вынесли? Ну, прежде всего, эксперт в области территориального планирования и градостроительного проектирования Александр Антонов. Мы с ним знакомы уже, наверное, лет десять, и я внимательно слежу посредством различных СМИ за его деятельностью. На самом деле, высказывая свою точку зрения, он анализировал состояние дел сегодня, связанное с будущим генеральным планом города Кирова. выставил на обсуждение сильные и слабые стороны. И мне очень было по душе, что среди сильных сторон, которые позиционируют наш город, это прежде всего вот то историческое поселение, которое лежит в основе развития нашего города, определяет его самобытность. Поэтому вот эту тематику он поднял. Это очень важный элемент. И мне показалось, что вот в будущем генеральном плане мы должны найти вот это весомое место этой теме. Ну, а так, конечно, коллективно, особенно с учетом экспертов, которые приходят, знаете, свежим взглядом анализируют сильные и слабые стороны, дают какие-то подсказки. Мне кажется, всегда это замечательно, получать новые знания. Олег Геннадьевич, вы говорите, что понятно, что наше историческое поселение как центр будущего развития города, все это очень здорово. Но вот как вы видите, вот это все прозвучало, да, вот это все какое-то там небольшое обсуждение прошло. Это заглохнет или нужно что-то делать, чтобы это реально воплощалось? И что нужно делать, чтобы это все можно было реализовать? Ну, прежде всего, я еще раз хочу поднять проблему, которая связана с тем, что наша наука, наши эксперты, которые сегодня имеют свою точку зрения на те или иные аспекты развития, они должны быть услышаны администрацией. Должны быть созданы механизмы участия их в процессе подготовки тех или иных документов. Не просто по формальному признаку, вы знаете, там, да, обсуждали и что-то там звучало. А после вот таких мероприятий вносили силе справки или создавались рабочие группы. Я думаю, что чем больше мы будем подключать общественность, профессионалов, экспертов, тем, мне кажется, качественные документы будут создаваться. Да и само соучастие в развитии города сразу скажется. Спасибо, спасибо, Олег Созинов, генеральный директор Киров-Гипрозем. Мы уходим на полторы минуты на рекламу и продолжим разговор с участниками семинара. А я, наверное, еще и проиллюстрирую этот вот семинар, который мы обсуждаем некоторыми тезисами, которые были сказаны вот на первой сессии, посвященные городскому планированию. Ну что, продолжаем разговор о событии, которое произошло в нашем городе в пятницу. Это был региональный семинар, организованный совместно нашим опорным вузом и университетом комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина в городе Кирове, посвященный прорывным идеям в развитии городов, скажем так, и в частности нашего города. Мы уже немножко обсудили эту тему с разными, совершенно с различными участниками. И сейчас, думаю, мы будем выходить на связь с человеком. Да, но просто надо напомнить, мы уже сказали это с тобой, что не только городское развитие, но и сельские районы обсуждаются. Тема была довольно-таки локальной экономики, где сельским районам взять деньги, начать и новые рабочие места. И сейчас у нас на связи уже, да? Да, Фат Мударисович Харулин. Член общественной палаты Кировской области, гендиректор ассоциаций сельскохозяйственных кооперативов «Вятка-Плем». Фат Мударисович, добрый день. Добрый день всем. Фат Мударисович, вы очень активно принимали участие вот в этом семинаре, активно высказывались и обсуждали все, что слышали с коллегами, которые пришли вместе с вами. Начинаем мы с того, какие рациональные зерна, какие-то, может быть, действительно идеи прорывные уж не прорывные. Какие-то кейсы, которые можно реализовать, да? Да, вы для себя выделили в этом семинаре. Вы знаете, хотелось бы начать сперва с постановления правительства Российской Федерации от 13 февраля, где город Киров записан с населением менее 500 тысяч человек. То есть взята перепись 2012 года, где 480 тысяч стоит, а сегодня 2019 год. На сегодняшний день у нас 530 с лишним тысяч. И, соответственно, мы попали в другую группу, соответственно, будет финансирование. Мое мнение по остаточному принципу. То, что я взял на семинаре, первое, информированность об этом семинаре очень, ну, как сказать, ну, недостаточное. Я узнал от третьих лиц и пришел сам. То есть приглашение ни в общественную палату, ни каким-то фермерам широко не было даны. Мне понравился Тюрин, Тюрин Владимирович, его подходом, то, что он сделал в Архангельской области. Но на сегодняшний день я считаю, что вот его подходы это для отдельных фермеров. А развитие сельских территорий у нас происходит на уровне крупных производств. Мы с ним подискутировали в колуарах, и мне понравился его подход, когда мы говорим, что экономически неэффективно содержать сельскую школу. Вот я категорически с этим не согласен. Экономическая эффективность приходит тогда, когда этот человек останется на территории и начнет работать, получит специальность. А нельзя считать затратами на одного школьника. 67 тысяч мы их оставляем, если 80 тысяч, мы эту школу прикрываем. Для развития сельских территорий недостаточно иметь школу, где до 9 класса учат, и больше надо куда-то переезжать. С ними переезжают вместе их родители. То есть это рабочие этой территории. То, что Глеб рассказывал в субботу, он высказывал идею индивидуального переезда из города на сельские территории и развития данной территории. И он рассматривал вопрос не только сельхозназначения, но и переработку промышленности в сельскую территорию. Но если мы сейчас посмотрим и глубоко копнем, и подумаем, что на нас одето, даже легкая промышленность уступает. А мы говорим, что надо сельские территории развивать и промышленность, и легкую промышленность, и деревообработку, и идеи у него хорошие. Вот все, что мне понравилось. А реализовать Кировской области, вы считаете, это невозможно или нецелесообразно? Вы знаете, вот сейчас проходит стратегия развития Кировской области. Но почему она идет от власти и на общественное обсуждение, а не снизу? Я бы предложил каждому району, главе районов, собрать все предприятия, работающие в районах, и опросить, что он будет строить, сколько жилья, сколько дорог, сколько рабочих мест появится. И снизу вот эту стратегию развить. И на уровне области уже ее как бы суммировать со всех районов. Это будет еще и показателем, как работают главы муниципалитетов. Но Фатму Дорисович сейчас же во всех районах тоже обсуждают свои стратегии развития до 30-го года. Ведь они, видимо, будут учтены при создании областной, нет? Ну, я такого не слышал, что где-то обсуждают в районе с руководителями сельхозпредприятий, что он планирует, сколько строить. Это же внебюджетные деньги. То есть он строит для своих работников за счет своего предприятия. Стратегии развития этого нет. Оно не учитывается, эта цифра. Соответственно, вот как будет жить село? Вот Глеб на семинаре схематично показал, если школа на краю стоит, и она с затратами там свыше 100 тысяч в год на школьника, ее просто прикрывают. То есть территория развития сокращается. Главе района это невыгодно, потому что он, ну, выполняет волю губернатора, наверное. А вот снизу-то у нас планирования нет. Да, Факман Дорисович, скажите, пожалуйста, а вот не всех, видимо, представителей, я еще раз говорю, власти я знаю в лицо, но многих ли вы увидели чиновников и депутатов на сессии и в пятницу, и в субботу, когда Глеб Тюрин давал свой еще один семинар в Добе дружбы народов? И в частности представителей. В субботу я видел только АКОР, дальше ректор Института повышения квалификации, был. А из нашего Минсельхоза представитель был. Был представитель Минсельхоза, да? Да, один. Спасибо. Фаат Харулин, член общественной палаты Кировской области, гендиректор Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов. Мне приходится комментировать некоторые вещи по поводу приглашений и оповещения. В общественную палату Кировской области в течение месяца несколько раз направлялось приглашение. И от Офиса инициативного бюджетирования консультантов, которые тоже были соучастниками, можно сказать, этого семинара, и отвят ГУ, и лично я еще буквально за несколько дней до семинара просила снова направить туда информацию. Видимо, как-то все-таки на полях общественной палаты не очень активно она распространяется. Тем не менее, Фатман Дорисович пришел. У нас еще, знаешь, такая, коль, есть привычка, мне индивидуально должны позвонить и пригласить. Вот мы не привыкли нарыть для себя материал и поучаствовать в каких-то вещах, если не приглашают. Это первое. Второе. По-моему, Наталья Алексеевна Катаева говорила по поводу рабочей группы, что наверняка, может быть, накануне встречались с главой города, с сети-менеджером. Не накануне, но в субботу после семинара была встреча как раз господина Антонова, который городским планированием по этому поводу давал большую сессию. Он, кстати говоря, является экспертом Минстроя, а в Минстрое Российской Федерации именно сейчас идет разработка новых подходов к генеральному планированию и к стратегиям социально-экономического развития. Они встречались в субботу, два часа они проговорили. Я потом разговаривала с Шульгиным и знаю, что с Антоновым у них есть договоренности, в том числе рабочих каких-то контактов конкретных, серьезных, и какой-то результат этого общения на урбанистическом форуме осенью будет показан. Я надеюсь, может быть, и раньше мы увидим. И что касается, кто был, вот сейчас сказал Фатман Дорисович, кто был представитель от Министерства сельского хозяйства, я надеюсь, просто я надеюсь, что когда посылают представителей, знаешь, как у нас бывает, министр смотрит и говорит, так, а сколько будет человек? А какие еще министры там будут? А будет ли достаточно высоких гостей, чтобы я туда пришел? Если недостаточно, я пошлю представителей. Можно читаться, представитель был. Очень важно, как эти представители потом эту информацию используют и действительно используются. Используют ли вообще ли? Да, используют ли вообще ли? Евгений Дрогов, эксперт офиса консультантов инициативного бюджетирования, директор издательства УКРАТКО, с нами на связи. Жень, добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, для тебя тоже спикеры, которые приехали, это не открытие. Это очень хорошо, практически каждого из них знаешь. И как эксперт офиса консультантов инициативного бюджетирования не раз бывал на семинарах этих спикеров. Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения важности таких событий в регионе и в городе, что ты можешь сказать? Насколько значимо проводить такие мероприятия? И меняют ли они постепенно, в конце концов, сознание нас, граждан, горожан и сельчан, которые здесь проживают? Сможем ли мы в итоге объединиться и управлять? Потому что вот через каждую сессию красной нитью на самом деле проходило, что мы должны научиться управлять совместно, принимать решения совместно. Не ждать, что нам сверху что-то там упадет и подарят, а участвовать. А те, кто сверху сидит, они тоже должны понимать, что они там несут, конечно, ответственность, но не за все абсолютно. Нужно с горожанами, с гражданами тоже советоваться, и они помогут тебе. Такой семинар – это начало того диалога, которым, в принципе, должен проходить постоянно. То есть вот эта дискуссионная площадка, она должна работать на постоянной основе. И только в результате вот этого постоянного диалога можно будет выработать какие-то решения совместно с активистами, с общественностью, с профессионалами и градостроительств, и формирование городской среды, общественных пространств и так далее. Вот. И я давно знаком с Александром Сагамоновым, благодаря которому и удалось собрать такую команду экспертов представительную, а его очень уважительное отношение к нашему городу и, можно сказать, любовь к нашему городу. Вот. Поговорил состояться этой встрече, этому диалогу. И я думаю, что это только начало, на самом деле, процесса, в который будут вовлекаться все новые и новые люди. Очень хорошо, что осталось такое, может быть, сожаление о том, что не все было сказано и не все услышано. Мне кажется, это как раз говорит о том, что у нас есть темы, которые необходимо обсуждать в широком таком диапазоне спектре с привлечением общественности, а не куварно где-то в кабинетах. Вот. Ну и одновременно все-таки профессиональный диалог какой-то, подготовка к такому всенародному обсуждению и каких-то важных тем тоже должно происходить. Спасибо, Евгений. У нас запомнилось время эфира. Евгений Дрогов, эксперт Офиса консультантов инициативного бюджетирования, был с нами на связи. Мы сейчас с Николаем практически прощаемся с вами, потому что во втором часе пойдет программа в записи. Мы записывали как раз с нашими экспертами в субботу после пятничной большой сессии. Некоторые тезисы, которые были вынесены на семинар, конечно, прозвучат, но не все. Я напоминаю, что на сайте ВИАДГУ можно послушать и посмотреть видеозаписи тех семинаров, которые прошли в ВИАДГУ, в инженериуме, в пятницу семинар «Города России. Поиск прорывных идей». Всего доброго.